Это день города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Московский отстойник. Мусорному полигону в Рыбновском районе срочно требуется проверка. Когда звонит незнакомец, правило и памятка – общение с коллекторами. Не быть равнодушным. Маленькому Кириллу нужна ваша помощь. Жители нескольких сел Рыбновского района снова тревожат местный мусорный полигон. По их словам, вопреки воле губернатора и судебному решению, на свалку ежедневно привозят мусор из Московской области. Инициативная группа намерена добиваться ни много ни мало полного закрытия свалки. Этот мусорный полигон в Рыбновском районе для жителей близлежащих сел костью в горле стоит с момента открытия. Об их сложных взаимоотношениях с местными властями и хозяином свалки наша телекомпания уже рассказывала несколько лет назад. Тогда, после приезда природоохранной прокуратуры, вроде бы полигон привели в соответствие. Но ненадолго. Свою тихую ненависть к бесконтрольному, по их мнению, свалу отходов сельские активисты сначала намеревались погасить в суде. Эфемида ограничила собственников в полномочиях. Пищевые отходы здесь размещать запретили. Но спустя год все возобновилось. Причем в еще больших объемах. Как утверждают местные жители, мусор везут из Москвы. Почему Москва свои проблемы решает за счет других регионов, когда Рязань сама не знает, что делать со своим мусором? Я даже писал в мэрию Москвы, лично Собянину. Вот буквально сегодня мне пришел ответ, что у них нет возможности все захоранивать там у себя, поэтому они везут к нам. Также привели пример, что они везут в Калужскую область. Там создан мощный мусороперерабатывающий центр, в который, как известно, Москва вложила очень много денег, помогла им построить. Но так прежде чем везти мусор в Рязань, они могли бы и тут выделить деньги, построить такой же мощный перерабатывающий центр для переработки мусора и только потом везти. Визуально все выглядит законно. Все прибывающие мусоровозы с рязанскими номерами. Но идут-то они со стороны Москвы. Еще раз, с рязанскими номерами. А значит и мусор тамошний решили активисты. Своя версия появления номеров 62-го региона на этих грузовиках у неравнодушных, конечно, есть. Изначально, когда эти машины, вот все, которые перечислены машины у меня были, там 7 транспортных средств, они были с московскими номерами, то есть с регионом 790. То есть для того, чтобы не было какого-то резонанса от жителей ближайших сел, то есть как бы видят, что московские номера, соответственно, недовольство, чтобы это как-то не выражалось, дано было указание перерегистрировать данные транспортные средства на рязанский регион, то есть на 62-й регион. Поэтому как бы жители видят якобы 62-й регион, рязанский, то бишь наш мусор, ну как бы да, и некоторые с этим как бы смиряются. Смирение не для гражданских активистов. Для окончательной идентификации грузовиков оказалось дедукцией пользоваться вовсе не обязательно. Достаточно было просто проследить маршрут одной из машин и поговорить с водителем. Ну, то есть провести настоящее расследование. Непосредственно нами, а именно мной, было проследовано за данным транспортным средствами до города Москвы, до Южно-Портовой улицы, где непосредственно находится полигон, где данные транспортные средства загружаются и везутся на полигон Рыбинского района. Также непосредственно водителям мне было сказано, что большое количество твердых бытовых отходов от населения находятся и пищевые отходы, так как идет просрочка. Водитель мне рассказал, что свозят сюда практически машины. Если действительно это московский мусор, то как же быть вот с этим заявлением губернатора в сентябре 2019 года? Неужели они его не слышали? Мы ни с кем не заключали никаких соглашений на подбор, скажем так, московского мусора здесь в Рязани и не собираемся этого делать. Нам потому что необходимо решать свои вопросы в первую очередь и других пока возможностей у нас нет. Судя по тому, как ловко они манипулируют автомобильными номерами, столичный мусор свозят в Рыбиновский район все-таки без ведома властей. Правда, удивительно. А тут еще в соцсети запустили вот это фото, где в графе «Разрешенное использование» вписано для размещения хранилищ радиоактивных отходов. Серьезно? Нам пока в этой истории ясно одно. Нужно разбираться детальнее. Чем и займемся. Тем более, что этим делом уже занялась прокуратура. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Правила для коллекторов, как известно, четко прописаны. Как часто они могут звонить должнику и разрешено ли им угрожать или, например, писать на дверях. Если вам в три часа ночи приходит СМС или, не дай бог, у дверей незваные гости, это явное превышение полномочий. Как быть, знает Валерий Седов. Коллекторы могут приходить к должнику раз в неделю и присылать только четыре СМС-ки за это время. В сообщениях должно быть указано имя самого отправителя и название организации. При четко прописанных правилах взаимодействия коллекторов и должников в социальных сетях то и дело появляются ролики с названием в духе «Беспредел коллекторов». Помните, что представитель микрофинансовой или коллекторской компании может взаимодействовать с вашими родственниками или третьими лицами, если вы давали на это письменное согласие. Вы могли подписать его, когда брали на кредит или заем, а близкие не выразили несогласия. Стоит отметить, что даже в таком случае ваши близкие и знакомые в любой момент могут отказаться от дальнейшего общения с кредитером или коллектором даже устно во время телефонного разговора. Сотрудники службы судебных приставов разъяснили основные положения и правила взаимодействия коллекторов с должниками. Так, представителям микрофинансовой организации разрешено звонить с 8 утра по будням и с 9 по выходным и до 8 вечера. Во время таких звонков коллекторы должны представиться и назвать свою организацию. В договоре с кредитором могут быть прописаны и другие способы или чистота взаимодействия с коллектором, но и от них можно отказаться. Если кредитор или коллектор, по вашему мнению, нарушает права, фиксируйте беседу при помощи аудио и видеотехники, а также точное время звонков и обязательно обратитесь к своему оператору сотовой связи за детализацией звонков. В этом случае также можно обратиться к специалистам Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области по телефону 8 49 12 29 46 46. Важно помнить, что при любом контакте кредитору или коллектору запрещено угрожать причинить вред здоровью или имуществу. Психологическое давление тоже под запретом. И такие правила важно знать не только коллекторам, но и должникам. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. То, о чем все говорили еще год назад, свершилось. Новый закон о налоговом вычете НДФЛ на фитнес принят и подписан президентом. Теперь каждый работающий гражданин может рассчитывать на возврат 13% налогового вычета от затрат на спорт. Причем, как уточняет Олеся Котровская, теперь его можно оформить и за детские секции. Новый закон должен немного мотивировать тех, кто откладывал посещение фитнес-клуба, жалея денег. Для того, чтобы вернуть часть своих кровных, россияне должны будут предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг. Копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Хочу обратить внимание, что впервые расходы на фитнес можно будет заявить, начиная с 2022 года. То есть в этом году мы не откладываем чеки, документы и так далее. Мы делаем это на следующий год. Порядок предоставления налогового вычета в связи с расходами, понесенными на фитнес, такой же, как и при предоставлении других налоговых вычетов, например, на лечение или на обучение. Максимальная сумма размера, с которой можно получить вычет в размере 13% возмещения, это 120 тысяч рублей. Но мы не забываем, что сюда входят также и расходы на лечение и обучение, если они у вас были. То есть общая сумма не более 120 тысяч, с которой налогоплательщик может вернуть 15 тысяч 600. Получить такой вычет можно будет при соблюдении нескольких условий. Если услуга включена в перечень, которую утвердит правительство, у оказывающих ее организаций или ЭП деятельность в области физкультуры и спорта считается основной. И если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов, данная организация включена в соответствующий ежегодный перечень. Впервые такой перечень будет сформирован Минспортом России не позднее 1 декабря 2021 года. Узнать более подробную информацию обо всех изменениях налогового законодательства можно будет 24 апреля. В этом году, впервые, вот сейчас в апреле, мы проводим день приема граждан в рабочую субботу. 24 апреля с 10 до 15.00 все налоговые инспекции Рязанской области будут ждать налогоплательщиков и, соответственно, могут оказать различные услуги. Это консультирование, помощь и подготовка декларации формы 3НДФЛ и отправка ее через личный кабинет налогоплательщика. Естественно, подключение всех желающих к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц. Ну и, конечно, самое главное – это возможность получить информацию о том, являются ли ваши доходы налогооблагаемыми и должны ли вы отчитаться в срок не позднее 30 апреля. Направить декларацию формы 3НДФЛ в налоговый орган должны в первую очередь те, кто в предыдущем календарном году продал квартиру, машину, земельный участок или гараж. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спинальная мышечная атрофия – смертельное заболевание. Каждый год с таким диагнозом в России рождается около 200 детей. Болезнь буквально парализует человека, при этом у него полностью сохраняется психическое развитие. Спасение существует, однако стоит лечение. Очень дорого. Болезнь не обошла стороной и Рязанскую область. Молодые родители просят у нас с вами помощи для лечения маленького Кирилла. У 6-месячного Кирилла спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании все органы и мышцы стремительно слабеют и в итоге отказывают. Уже сейчас утро Кирюши начинается с гимнастики, массажа ножек и ручек. Мальчика поворачивают, чтобы он больше двигался. Затем с помощью специального аппарата ему помогают откашливаться и санируют аспиратором. После этого Кирюша может поесть. У мальчика пропал глотательный рефлекс и сейчас он питается каждые 3 часа через зонт. Дыхание у Кирилла слабое. Он помогает себе дышать животом. Мы с ним делаем гимнастику через откашливатель, которую делаем 150 раз в день. Это мы делаем каждый день. Это ему помогает лучше дышать. Без аппарата откашливателя Кирюша просто не сможет жить. С данным препаратом у него разрабатываются легкие, разрабатывается грудная клетка, чтобы ребенок был полноценным, чтобы он дышал, как все люди, грудью, а не животом. По ночам Кирюша спит на аппарате неинвазивной вентиляции легких. Родители круглосуточно находятся рядом с малышом. Папа Кирилла работает 6 дней в неделю, чтобы обеспечить семью. Однако стоимость лекарства, которая нужна малышу для полного выздоровления, оказалась неподъемной для молодой семьи. Препарат Зонгельсма – это препарат генной инженерии. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой препарат в мире. Когда я узнал о его стоимости, я просто был в ужасе. Неужели существует такое лекарство, и оно стоит таких бешеных денег? Но после общения с родителями, которые вели сбор, они меня убедили, что можно собрать данную сумму. Люди собирают ее. Нам удалось на данный момент собрать чуть более 19 миллионов рублей. Это порядка 10-11% от общей суммы. Американский препарат теперь можно ввести и в Россию, и в Москве. Его полная стоимость – 2 миллиона 274 тысячи долларов, или чуть больше – 160 миллионов рублей. Укол, который жизненно необходим Кирюше, вводится один раз в жизни. Данный препарат необходимо ввести до двух лет, и веса до 13,5 килограмм. Все собранные деньги вы можете увидеть на сайтах благотворительных фондов и на сайтах социальных страничках. Там есть полный отчет, каждый рубль учтен, никуда не использован. То есть у нас там ведется ежедневный финансовый отчет. В сборе средств нам помогают благотворительные фонды «География добра», «Милосердие», «Милосердие хелл», «Сострадание». Молодую семью из Шацка поддерживает телевидение, радиостанции и газеты. Сбор стараются закрыть быстрее, потому что после исполнения ребенку двух лет введение препарата считается бессмысленным, и он не даст должного результата. Между тем существуют примеры детей, которые уже прошли через данную процедуру. Их поврежденный ген теперь исправлен. Я общаюсь с родителями таких же детей, и мне эти родители говорят, что есть очень сильные изменения. Ребенок начинает более активно двигать руками, ногами, держать голову, начинает сам кушать. Дети начинают ходить, прыгать, бегать. То есть нужна хорошая реабилитация после данного укола. К работе с ребенком после дорогостоящего укола родители готовы. Они и сейчас видят прогресс в его состоянии после курса поддерживающих уколов, на которые государство выделяет по 8 миллионов рублей. При отсутствии подобной терапии у детей больных с МАА болезнь прогрессирует. Ребенок начинает медленно умирать. У него отказывают руки, ноги, ухудшается дыхание, в конце концов может остановиться сердце. После трех уколов поддерживающей терапии спинраза, Кирюша стал лучше двигать ручками. Появились движения в ножках, которых практически не было. Стал шевелить головкой получше. Когда он плавает в ванне, он пытается уже перевернуться с животика на спинку вместе с кругом. Ему очень нравится, когда он плавает. Ему легче в воде двигаться. Специальный тренажер помогает мальчику двигать ножками. После спинраза у малыша улучшается тонус мышц. Но всю жизнь прожить на таком лекарстве нельзя. Необходим тот заветный американский укол. Пока статистика говорит о том, что только родители своими силами, силами фондов и благотворителей могут спасти своих детей от СМА, собрав необходимую сумму. Возможно, в будущем что-то изменится. А пока помочь маленькому Кирюше, дав ему шанс на хорошую жизнь, можем мы сами. Отправив СМС на короткий номер 7522 со словом «Кирилл», введя через пробел сумму пожертвования. Или воспользоваться любым другим удобным для вас вариантом. Оказать помощь можно через сайты фондов, группы Кирилла Петрова в соцсетях или по указанным на экране реквизитам. Это может быть 50, 100, 500 рублей. Любые деньги важны для жизни этого малыша, ради улыбки которого живут его родители. Анна Герцовская, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова